ПЕСНЯ Создав мне, Господи, поли меня. И щаславься грешим, Господи, прости на негрешного и поли. Господи, ты давишь нам все необходимое для жизни сей будущее. Господи нас от ненужного, вредного, бесполезного. Мужчина, сцедите это краткое время нашей жизни на земле. Слава тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Стойте на месте, слушайте, я вам что скажу. Что такое математика, арифметика, знаете? Надо научиться мысленно считать. Выйди сюда. Ты знаешь, что обедать надо? Да. Почему без рукавов? Я забыл. Меня это не касается. Значит, наказание такое, вот отсюда выйти, на улицу мы не можем как-то, добежать до дверей, у той комнаты, вот у ребят туда, где уже вы уходите, и обратно вернуться, пока стой. Завтра шеводя, потому что я не объявил. Девчонкам тоже самое, добежать и вернуться. У нас там до дерева бегают. Платочки, если в кармане нету. Платочки покажите. Поезд. Все? По карману пустое. Нету. Выходи оттуда. Выходи. Мне не надо показывать. Ну, собственно, здесь вот платочек там. Я машина на руки мотаешь. Садится за стол, хлеб лежит. Грязные, на улице метали самолетики. Сложили на стол и сидят, торгуют самолетиками. Среди хлеба. Ра, ладно. Вы-то для чего нужны? Я делала замечания им. А они не послушают. Нигде. Нигде. Ни одна посуда. Это все на полу. Все. Вот она. А то чего у нее отбита эмаль? Она побывала на поле один раз. Вот это вы. Какой не посмотри отбито. Раз, два, три. Человек жарился у печи. Это как плавили, делали. Вот оно. Это что означает? Это проникновение ржавчины. Почему? Роняли на пол. То есть все рушится. Говорим, вот челленджер погиб. Да у нас свои челленджеры каждый день. Чашки падают. Математика это числа. И числа помогает сосредоточиться. Вот я вчера тащил пилы. Коротко. На память. Кто сможет высчитать то, что я скажу? Запомнить. Я натащил вчера двуручных пилистов. Семь пил. Это можно запомнить? Ноги держи вместе. Пятки вместе. Руки впереди. Семь пил. У каждой пилы семьдесят зубьев. И сколько зубьев? Четыреста девяносто. У каждого зуба две стороны. Сколько сторон? Все. Уже уперлась. А это, даже говорю, 490, если там 500, умножить на 2000, а там десятки не хватает, две десятки скатить. Ну, легко там все считается. Кроме того, каждую сторону зуба мне приходится напильником шоркать правильно, притом давить. Три раза. Еще умножить на три раза. Что получится? Все. Захлюпали носами. Я живу в Новосибирске. И ко мне прислали... Ну, мы взяли трех моих родных сестренок учить. Деревня и город Новосибирск. Большая разница. Надежда Васильевна, учительница профессиональная, она в начальных классах. Она взяла русский язык, одна учится, кажется, во втором классе, там, в пятом, и какая-то в седьмом, в восьмом Валентина. Вот живет она здесь. Мы поделили уроки. Я взял уроки математики, иностранные языки, ну и другое это. Ну, девчонки пошли все в школу-то, двойки. Прошло совсем мало времени, ели тройки. Еще проходят четверки. Дальше она начала отсчитывать. Так, в уме двузначными числами ворочает. Идем дорогой, в церковь идем. Я говорю, 45 умножить на 47. Она тут же выдает сразу цифру. Как компьютер. А девчонка бестолковая. Мальчишка совсем маленький. После у меня жил. Я начал английский язык натаскивать. Мы сидим, он забыл русский. Мы сидим в вагоне, едем в трамвай, в церковь, а там пьяно залазит. А он кричит. Эээ, бездокпин. То есть, гляди, пьяница лезет по-английски. Понятно? То есть, раскрыть таланты, раскуборить надо. А чтобы раскуборить, нужно время. А время не обрезано. Нам, жизни. В сутки сколько часов? 24. 24. Знаете? Господь не 12 часов в одни. То есть, это уже было известно там, тогда на Востоке. 24. Слушайте внимательно. В каждом часе сколько минут? 60. 60. 60 минут. А в каждой минуте сколько секунд? 60. И никто не верил. Почему 60, не 50, не 100? Так, и так, в сутках сколько? В сутках. Легко подсчитать. Ну все, ты умножь одно на другое. 6, 6, 36, 3600. Умножь на 24. Все. Готово. Секунды ни одной лишней нету в сутках. 365 дней в году. Ну, бывает через 3 года. Тут один день можно подсчитать отдельно. На один день больше. Умножишь на 365. Все. Ни одной секунды лишней нету. Упаковали. Жизнь человеческая 70 лет. При большей крепости 80. 70 лет. И все, кончился ресурс. А почему? Псалтырь Давида говорит об этом. Давида. 70 лет. До одной секунды. Коша у меня за голубями летает. Ладно. Вот он. Что-то находит там. А за ним соколов летит маленький. Он улетел. Слушайте внимательно. Видите как? Я вспоминаю всем. Русский. То есть советский. Тогда все это русские были. Отто Юрьевич Шмидт. Кто знает его? Кто это такой? Это очень известный был исследователь Севера. Умница. Он работает в такой области, где люди почти ничего не знают. И он еще студентом был, показал себя. Подошел к профессору и говорит. Скажите, а вот чтобы считаться культурным человеком? А культурный человек у Ленина написано. Когда познает все, что накопило человечество. Только тогда может считаться интеллигентом. Он ему составил список профессора. А может быть у него было заготовлено. Он говорит, что это литературу все надо знать. Говорит. Ну вы же спросили, я ответил. И сколько на это нужно? Ну он посчитал так, говорит. Примерно 300 лет надо. Так я же не проживу. Вопрос задали, я ему ответил. Но без чего не прожить? Это второй вопрос. То есть крайне необходимо, чтобы тебя не считали за профана и пустоголова. И он написал ему книги, говорит, 70 лет. 70 лет. Да когда жить, спать? Ну а тебе распорядись этим временем. Научись быстро считать. Есть способ запоминания. По косой линии считает. Со мной один лежал, лежал, говорит, сидел в камере заключения в Барнауле. Лозин Анатолий Максимович, преподаватель, второй группы космонавтов залетел. Ну жена там стала крутить, Соболь ему фамилия его. А он его заставил дома и отлупил его. Он сильно здоровый такой кандидат на УК. И его посадили. Ну и жена на это и пошла, чтобы посадить. И вот оттуда я все это увидел, узнал. Кто такой Туполев, Гагарин. Почему он погиб. Это подстроено было. Не просто там иностранцы или кто-то свои. Он неуправляемый стал. Его нужно было сохранить, как икону. И сейчас прямо об этом пишут. А это тогда уже было известно. И вот считать. И он лежит, берет книгу, допустим, 360 страниц. До обеда он ее прочитывает. Я решил его проверить. Конспективно. Почти все. Сутируют. Я открываю дальше. Некоторые там я знаю. Есть такое. Гегешидзе я прочитал. Даже удивились. Грузии вы вычитали его? Да, я его знаю. Гурам Гегешидзе. Очень хорошие рассказы. Я когда он прочитал, он говорит. Кое-где не маленько. Не по тексту, но все смысл правильно. Я даю ему 90-й псалом. Знаете 90-й псалом? Живущий под кром всевышнего. Как вы конспективно? Он прочитал, лежит на нижней койке. Шконка называется. Он перед собой так прилепил. Считает. Так, подождите. Что-то необыкновенное. Опять открыл. Прочитал, закрыл, полежал. А она не конспектируется. Тут такая структура речи, так связанная, и при том по диагонали не считается. Мне нужно было посрочно считать. Вот умница какой. Это почему божественная? Вся его мудрость на нету. А у нас не один псалом, а 150 псаломов. Да книг-то это умножить за 77 книг. Которые писали разные люди 1600 лет. Библия, которая у нас есть, которую мы считаем. Из нее берем. Когда же мы ее знать-то будем? А чтобы узнать Библию, это толкование. А толкование Библии 300 табов. Табов. Понимаете что? И вы считаете, вот эту муру, еще не став человека, можно заботиться, как стать котом. Кошка. Флюгавая. Домой не заходит. Как у нас одна пища нас искала. Я пришла, как грудливая кошка. Кошка, она где попала, кота найдет. Чья книга? Ну. Зина, в печь. Помните собачье сердце Булгакова? И по-другому нельзя. Печать стоит в краевой библиотеке. Какая-то, кто автор? Мэт какая-то. Мэт, хейк. Даже не выговоришься. Это может, это может еще и пига взят, а не пига какой-то, придуманная. Это не ее даже фамилия совсем. Они говорят. И сидит девчонка, дремлет на ней. Как стать кошкой? Котом ты не станешь, у тебя пол другой. А кошка, наклонность к кошке, стать кошкой-то она сама по себе природа подскажет. Кота найдет. За окно свесится, но найдет. Итак, мать, ты же видел. И все надо смотреть. Сегодня же убрать отсюда эту мерзость. Пакость такую. Заносите в эту комнату. Выбросить в печь. Считайте священное писание. Хорошие рассказы. Жития святых. Поняли или нет? Зина, в печь. Вы зайдите потом, пусть они смотрят. А для книг божественных, Иоанна Златовуста, Жития святых, Пятого добротолюбия, У них места нет в библиотеке. Они не знают. Я в детскую библиотеку усунулся здесь. Не приняли, даже не посмотрели. Я говорю, ну, Лизавета, нельзя. Сейчас все трясут и выбрасывают. То есть, из людей сделать манкортом. Все понятно? Да. А ты говоришь, я забыл. Память-то здесь развивается. Есть такой мавовый фильм. Ребенок потерял, его звери там усыновили. И он такой попадает. Ничего не могут сделать. Наконец-то он в костюм не ходит. Все. Но от него только отвернулись. Он опять на четвереньке. И попер туда, где был. Опять там нашел грязь. Вывозился здесь. Здесь фильм, взятый из жизни. Стать человеком. Как стать человеком? Вот такую книгу принесите. А как стать человеком, ты должен знать молитву. Ты можешь быть богословом, кем угодно, но связи с Богом не иметь. Как стать потом? Это намного ниже уровня собаки. Собака и лошадь по интеллекту примерно равны. Их легко дрессировать. Они привязаны к человеку. Бросаются на защиту. А кошка нет. Перешел, отдал другому, на следующий день уже опять будет. Ты рыбке подай, все, она про меня забыла. Это кошка. Кошка и бабы одно и то же. И у глухонемых так. Кошка я показываю. Это означает любить или кошка. Мы ее гладим. Это означает шест один и тот же. И даже не знаешь, о чем он говорит. О женщине или о кошке. Ну, по другим предложениям можно определить. Это так во всем мире. Как работали. Здесь я работал сегодня. Все работает хорошо. Команда подобралась, что надо. Здесь, как у вас, я вижу, тоже все на ходу. Разбирать даже нечего. Девчонки работают. Которые поменьше мы потом загнали в помру, чтобы в тенечке были. Не до двух часов, до часу, чтобы скупаться. То есть мы как-то после обеда вы полностью свободны. Нам нужно сейчас ждать гостей, чтобы еще было ребенка. Двенадцать, и тогда мы пятницу костер-картошка. А на костер-картошку надо готовиться. Песнопение божественное. Музыкальные инструменты. А у меня вопрос. По уставу должно быть двенадцать детей или двенадцать насельников? Двенадцать насельников. Нет, детей. Детей именно. А то так сестры побудут и не посмотрят даже, как костер-картошку. Ну, значит, тогда изменить, сделать насельниками. Тогда у нас хватает вполне нас шестнадцать человек. Видите, она молодец, сказала, что я переношу оттуда, а так и сделаю. Шестнадцать человек нас, даже не двенадцать. Да, ты права. Все, сделать можно. Видите, тут руки, я говорил, впереди держать, назад и не надо. Понимаете, это очень важно. Вот смотрите, высокоразвитые культурные народы называются. А они самые развратные. Но у них есть правила. Вот у нас издают Конституция Российской Федерации. Американская. Они говорят в демократии. Ну, хорошие слова. А где основа? Основа римское право. Римское право. То, которое, берут, две тысячи лет назад было составлено. И на нем практически Конституции мира стоят. Вот какие были умницы люди. Все по отношению как. И там разное, как говорят, Шерлопен, там ищи женщину, когда какое-то преступление. Римское, кому выгодно было. Ну, это французское. Там все это из одного идет. Оттуда эти выражения. А как вот. Вот у нас есть. Вот это все заучительно изусть. Вот эта глава. Вчера кто-то засчитывал, кажется, Тарасия. Я правильно говорю, нет? Ты читал слух. Он уже вошел в историю. Этот ролик будет выставлен. Деяния взяты из Библии. Хорошо, что указано. И Библия с большой буквы. И добавили, что каждый дом для Христа. Вообще чудо. Кто это делал, да будет благословенно. Обдумано все. Но я заранее могу сказать, это не православное. А как вы узнали? Я не знаю как. Но привязанное к Слову Божию не православное. Они к патронушкам тому, к сенюшкам. Все, они ко Христу. Это к Духу Святому. Это корабль Божий. Мы сколько работали сегодня. У нас вот-вот немножко, и будет уже половина переделана. А дальше-то, ну, другое дело будет. А это потом, когда мы все сделаем, привезем камни, будет будет здесь рис, и мы там перекроем, и потечет вода, через это не размывая. Вот тогда люди поделятся. Я придумываю все, как сделать, чтобы вода дальше не пошла. Это сваи будут. И как их стянуть? Проволоку, которую там мы вы разматывали, где она всю дойти? У Лужкова, которой в прошлом году круги были. Найти ее, привезти мне сюда. Мы должны размерить, и подложить на поднище, чтобы потом захватить. Опять руки сзади. Понимаете? Совершенно беспомятно. А для тебя, вон, уже пророк и святой. Это не годится так. Не крутить ногами. Вот Америка, смотрите. У них правила такие. Входятся они в заключении. Женская, значит, женщина, командует там, кто, дубаки у нас называют, или вертухая. Она идет. Не доходя 4 метра, там, я могу сказать, 3,60, человек, кто-то сознательно. Мама, разрешите обратиться. Мама, к этой руководительнице, которая там смотрит. И это должно стоять, ноги, раскрой 45 градусов. Да какое это отношение имеет? Все, тебя потащат в другое место. Тебе не надо. Все до одной женщины, какие бы крутые они ни были, все подчиняются. Вот забейте у немцев как. Вот у русских, одна стойка у них как сразу, у немцы как стоят это. Руки-то не так вот так, что-то, везде. Форма, порядок, настраивают, и они выполнят все, что хочешь. У нас форма одна, как для Бога. А для Бога как? Правильный поклон. Итак, сделайте 3 поклона. Так, подожди. Иди, оденься. Это последний раз. У кого платочка нету, или без рукавов, это одинаково считается. Бежать до дверей обратно, на улицу выбегать не будем. Поняли? Раб говорит, не научится, пока не будет наказан. Так, становись. А ну-ка давайте перекрестимся. Становись туда в строй. Все эти сказали в строй. Давайте. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Руку не опускать. Опускать не надо, к себе прижми. Руку опускать, проверить себя один раз. Я не могу дотянуться, у меня со спиной дело так. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Пятки вместе садите. Не упадете? Пятки где-то на двадцать. Соедини. Вот так вот стоять. Одинаково. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Ну-ка все хорошо. Вот так. А труби это? Труби.